Людоедка Эллочка Хамити. Хо-хо выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито. Мрачный по отношению ко всему. Например, мрачный Петя пришел, мрачная погода, мрачный случай, мрачный код и т.д. Мрак. Жуть. Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить. Как ребенка. Я бью его, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка, как видно в разговоре с ответственным съемщиком. Красота. Толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Поедем на извозчике. Говорится мужу. Поедем в таксо. Знакомым мужского пола. У вас вся спина белая. Шутка. Подумаешь. Уля. Ласкательное окончание имен. Например, Мишуля. Зинуля. Ого. Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина, одна анфаса, другая в профиль, то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, белейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюговые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка не нуждалась в них, она была красива. 200 рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе электролюстра, для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь в той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже 4 года, с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Эллочка 4 года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетила Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе. «Увидев меня такой, мужчины взволнуются, они задрожат, они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего тридцать, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «Хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал «Мод». На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» – сказала Эллочка сама себе. Это значило или я, или она. Утро другого дня застала Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, негодящиеся домашней хозяйки Щукиной даже в подметке. По рабкредиту была куплена собачья шкура, соображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивое в эндербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки собак, шиншиловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии. Завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша пока очнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа в эндербильд. Очередной номер журнала «Мод» заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах. Первый в черноборых лисах, второй с бриллиантовой звездой во лбу, третий в авиационном костюме, высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины, и четвертый в бальном туалете, каскады драгоценностей и немножко шелку. Элочка произвела мобилизацию. Папа Щукин взял в суду в кассе взаимопомощи. Больше 30 рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Элочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. Удачная покупка. Никак нельзя было пропустить. Не спросясь мужа, Элочка взяла деньги из обеденных сумм. До 15-го осталось 10 дней и 4 рубля. Элочка с Шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. «Мрачный муж пришел», — отчетливо сказала Элочка. Все слова произносились ей отчетливо и выскакивали бойко, как горошины. «Здравствуй, Элочка!» «Здравствуй, Еленочка!» «А это что такое? Откуда стулья?» «Хо-хо!» «Нет, в самом деле, красота!» «Да, стулья хорошие». «Знаменитые!» «Поздарил кто-нибудь?» «Ого!» «Как? Неужели ты купила?» «А какие же средства?» «Неужели они хозяйственные?» «Ведь я тебе тысячу раз говорил». «Эрнестуля! Хамиш!» «Ну как же можно так делать? Ведь нам же есть нечего будет!» «Подумаешь!» «Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!» «Шутите!» «Да, да, вы живете не по средствам!» «Не учите меня жить!» «Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей. Мрак!» «Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею. Жуть!» «Эрнест Павлович замолчал». «Вот что!» — сказал он наконец. «Так жить нельзя!» «Хо-хо!» — сказала Эллочка, садясь на новый стул. «Нам надо разойтись». «Подумаешь!» «Мы не сходимся характерами. Я...» «Ты толстый и красивый парниша!» «Сколько раз я просил не называть меня парнишей!» «Шутите?» «И откуда у тебя этот идиотский жаргон?» «Не учите меня жить!» «О, черт!» — крикнул инженер. «Хамите, Эрнест Уля!» «Давай разойдемся мирно!» «Ого!» «Ты мне ничего не докажешь. Этот спор...» «Я побью тебя, как ребенка!» «Нет, это совершенно невыносимо!» «Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать!» «Я сейчас же иду заломовиком!» «Шутите?» «Мебель мы делим поровну. Жуть!» «Ты будешь получать сто рублей в месяц, даже сто двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как хочется, а я так не могу». «Знаменито!» — сказала Эллочка презрительно. «А я перееду к Ивану Алексеевичу. Ого!» «Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю мою квартиру. Всю свою квартиру. Ключ у меня. Только мебели нет. Красота!» Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником. «Ну, гардероб я не возьму. Он тебе нужнее. А вот письменный стол уж будь так добра. И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право». Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям. «У тебя вся спина белая», — сказала Эллочка граммофонным голосом. «До свидания, Елена». Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись. «Поедешь в таксо? Красота!» Инженер лавиной скатился по лестнице.